Ну что малыши, уже вечер, скоро за вами придут родители. А завтра у нас будет супер мега день, к нам в гости придет свинка Пеппа, увидеть хотите? О, прям сама свинка Пеппа что ли? Ну почти, в сладком сюрпризе. Гай, ну вот рассказал, теперь дети уходить из садика не захотят. Да нет, цветочек, наоборот, завтра с радостью в группу прибегут. Ну да, знает чем заинтересовать, сюрпризами еще и свинкой Пеппой. Интересно, а она настоящая будет? Слушайте, малыши, а у меня идея. Какая еще? А давайте из садика вообще сегодня не уйдем, вдруг свинка Пеппа ночью придет, мы ее первой и встретим. Ага, круто придумано, 24 часа в детском садике проведем, только как, за нами же придут родители. Слушай-ка, есть у меня одна идейка по этому поводу, тебя кто сегодня забирать придет? Меня? Меня подруга мамы должна прийти забирать, потому что мама в ночную смену, а папа поздно придет домой. Ну вот ты ответил на свой вопрос, меня сегодня тоже будут забирать знакомые, потому что родители на работе. Ну и чего из этого-то? Все равно мы же должны будем быть дома, если она дома не будет, нас начнут искать. А меня сегодня тоже заберет подружка сестры, кстати, мне кажется может что-то получиться. Один на другого свалит, другой подумает, что мы у третьего, третьего, четвертого, и так мы проведем 24 часа в детском садике. Ну что, кто с нами? Давайте хотя бы попробуем. Не получится, так не получится. Не, я пас, за мной сегодня сестренка придет. А за мной мама должна будет. Ну и как хотите, а можете нас прикрыть, а? Ну можем, а как? Короче, за нами придут не родители, а вы скажете, что нас уже родители забрали. Они скажут, ладно, хорошо, а родители подумают, что они нас забрали. И все спокойно будут до завтра сидеть, а мы здесь в детском садике. Ну что, договорились? Ну ладно, попробуем, только если нас вперед не заберут, а то не получится ничего. Так, я не понял, а что, шепчемся, а? Насчет сюрпризов завтрашних думаете? Ха-ха, завтра все увидите. Ой, цветочек, там кто-то пришел, слушай. Короче, все прячемся. Здравствуйте. Здравствуйте, я за мальчиками нашими. Меня попросили забрать. Опоздали, опоздали, их уже мама с папой забрали. Как забрали, когда? Я же никого не видела. Ну как, цветочек, вы с Гаем стояли там, на кухне разговаривали. Они пришли, поздоровались, сказали, мы уходим. Я им сказала еще пока-пока. Вы что, их не видели? С ума сойти. Не, не видела. Это точно? Ой, правда, слушай, Гай, нету мальчиков. Мы даже не заметили. А точно это были родители-то? Да, конечно, не волнуйтесь, я же их знаю. Как они выглядят? Фух, ну хоть так, а то кто хочет, приходи и забирай. Гай, нужно быть внимательнее впрок. Так, значит, мальчишек уже забрали. Один остался. За ним придет мама. О, ну и отлично, выделили время. А то на работе, на работе, меня еще тут запрягли. А мне гулять надо идти. Хорошо, спасибо, я пошел. Фух. Получилось, получилось, слушай, здорово. Не то слово, я нашел, где они прячут сюрпризы со свинкой Пеппой. Вот они здесь, смотри. Вау, слушай, новые сюрпризы, шарики Чупа-Чупс. Ха-ха-ха, Пепа Пик, точно. Так, нужно подождать, когда все уйдут, и можно будет открывать. Ага, сейчас, хитренькие. Нужно меня еще как-то в садике оставить. Я вас выгородила. Теперь надеюсь на подружку и друга. Надеюсь, они не сдадут нас. А то все, не проведем 24 часа тут. Да помогут, слушай, они же обещали. Обещание надо держать. Здравствуйте, я Бро забрать. Ну, за мной же мама должна была прийти или папа. Опять сестренка, а где родители-то? Ну, извини, на работе они. Ничего себе, не понимаю, кто за кем приходит. Ладно, забирайте. Так, кто у нас остался? Вроде двое. Ой, а почему ты одна? В смысле, почему? Мою подружку забрали, только что брат приходил. Ничего не понимаю, Гай, ты что-нибудь видел? Слушай, видеть не видел, но слышал. По-моему, правда. Здравствуйте, я за малышкой. А вы кто? Как кто, цветочек? Я подружка ее, мама. Ты что, не узнала меня, что ли? Не, ну сегодня прям день без родителей какой-то. Малышка, иди сюда, за тобой пришли. Гай, у нас что, всех разобрали уже, что ли? Слушай, получается, что так. В группе больше никого нет, пустота. Ничего себе, как рано. Слушай, Гай, так мы успеем в кино сегодня сходить. Отлично, цветочек, точно. Пойдем заведующий скажем, что мы уже всех сдали. И вперед в киношку. Слушай, выйди посмотри, есть там ту-нибудь, а? А что я-то, сами-то выходите. Мальчики, а трусишки какие. Эх, все нужно за вас делать. Посмотрим. Нету никого, вроде никого нету, слушайте. У-ху, мы одни в детском садике. Здорово, можно прыгать на столе или на стуле. А еще можно делать все, что хочешь. Ой, уронила. Но ничего, никто же не видит, мы тут одни. Давайте закатывайте сюрпризы. Легко сказать, они огромные. Здесь может быть целая семейка Пепа Пик. Интересно, кто же там внутри? Джордж? Сама свинка? Или ее друзья или родители? Это мы можем узнать, когда откроем их. Ну что, давайте открывать. Слушайте, а мне как-то вроде совестно. А мы сейчас все шарики откроем, а завтра... Завтра-то обнаружат все. И узнают про нас, что мы в садике были. Что делать-то? Вроде остались, а вроде и сюрпризы не открыть. Потому что завтра все выяснится. Так, 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 надо подумать, слушайте тогда. А давайте мы их откроем, сюрпризы посмотрим, а потом обратно запечатаем. Я видел, так можно, если аккуратненько. О, супер идея, точно. Так можно будет сделать. Давайте открывать тогда. Ммм, да вкусно пахнет шоколадкой. Отойди, отойди, только не ешь. Нам обратно не собрать будет в шар. Давай посмотрим, что за сюрприз внутри. Это Джордж. Хе-хе, смотри, как он регуальный. Джордж, динозавр. Ух ты, здорово, точно, брау, у тебя что там? Пока ничего, если бы вы мне помогли, то что-то уже видно было бы. Он такой огромный, я даже не могу найти начало, где его открыть. Так, у меня тут кто-то побольше. Белой шляпе, слушайте. Это точно папа-свин, который тоже любит прыгать по лужам, как и Джордж. Ну что, еще сюрпризы открывать будем? Или хватит на сегодня? Ой, подождите, там кто-то идет. Это, наверное, уборщица. А что, если она нас тут сейчас увидит? Это будет конец. Давайте скорее убирать эти яйца и спрячемся куда-нибудь. А потом вылезем и опять открывать начнем. После уборщицы останется сторож, но он по группам-то не ходит, и нас никто не найдет. Ой, ну смотри-ка, всю группу поназатоптали, поназапылили, стулья разбросали. Ой, малыши, малыши, ну когда к порядку-то их приучат? Цветочек Гай ничего не умеет, а? Вот меня бы воспитательница, я бы их быстро научила. Как тут все, раз бы веник в руки дала, и все, сразу бы перестали тут все раскидывать. Ой, какой бардак нужно смести еще со стола. Ты что-нибудь слышишь, она уже ушла? Не, а говори, там что-то еще, поназатоптали. Я так спать уже хочу, слушайте. Ай, да, поспать бы. Ай, еду пришло, Алла. Гай, доброе утро, ты уже на работе? Ты во сколько встаешь-то? Я вроде рано, а ты уже тут. Ну что, никого не привели еще? Да нет, пустота вокруг, ждем-с. Цветочек Гай? Эй, вставайте, вставайте, ребята, там это, по-моему, уже следующий день. Я слышу цветочка и Гай. Мы что, проспали? Похоже на то. Нам надо сейчас как-то незаметно пройти в группу, как будто нас уже привели. Доброе утро, воспитатели, воспитательницы, мы пришли. Ой, сразу троих привели, ничего себе. Так, еще ждем, и после завтрака будем открывать сюрпризы, как обещали. Фу, хорошо вчера успели, все упаковали. Ну что, ребята, вот такая история. Мы провели в детском садике целых 24 часа. Еще и сюрпризы подсмотрели. Эх, надеюсь, они не заметят, что там лопнул шоколад. Ну, если что, это не мы, это в магазине, да? Вы же не расскажете, ребята? Эх, так делать-то нельзя. Но очень хотелось посмотреть, что там за свинка Пеппа такая. А она нам так и не попалась. Только еще два сюрприза осталось, которые мы сегодня будем открывать. Но это совсем другая история. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые самые интересные серии. Пока-пока. Пока-пока.